Добрый день, дорогие лидеры! Сегодня с вами Дина Абилова. Добро пожаловать на третью часть, разработанную специально для бриллиантовых директоров и выше. Тут мы рассмотрим подробно сафировые и бриллиантовые бонусы, эффективное построение структур, определение и взращивание ключевых партнеров, как планировать каталог, систематизация, как проводить планерки по коучинговой модели и ставить себе цели. В конце обязательно будут практические задания, выполнив которые вы поймете всю пройденную теорию и лучше запомните информацию. В предыдущей части мы с вами научились делать расчет директорского и золотого бонусов. Посмотрели, сколько мы можем зарабатывать, имея неполный и полный бонусы. Когда консультанты закрывают более высокие звания по плану успеха, их доходы от бонусов начинают составлять более высокий процент от их общего заработка. В конце концов, доходы от бонусов будут представлять большую часть их заработка. В плане успеха предусмотрено 6 различных бонусов. Виды бонусов, на которые может претендовать лидер, зависят от числа 22% групп в его первом уровне. Чем больше таких групп в его первом уровне, тем с большей глубины структуры он получает бонусы. 5% бонуса Reflame выплачивается только с групп первого уровня, но все остальные бонусы рассчитываются с глубины. И в этот момент лидеры действительно могут увидеть увеличение своих доходов. На первый взгляд, размер каждого бонуса в процентах может показаться незначительным. Но помните, бонусы начисляются с групп всей структуры, и итоговая сумма может получиться весьма значительной. Сегодня мы рассмотрим сафировый и бриллиантовый бонус. Но прежде чем мы приступим, давайте еще раз повторим основные правила начисления бонусов. Минимальная гарантированная выплата. Правила МГВ – это способ обеспечить справедливым вознаграждением всех участников структуры за их усилия по спонсированию партнеров и оказанию им помощи в становлении лидерами. Чтобы получить полный бонус, квалифицировавшийся на получение бонуса лидер должен иметь как минимум 7500 бонус-баллов в своей персональной группе или 7500 бонус-баллов в 22% группах на соответствующем уровне. Если квалифицировавшийся не соответствует требованию по количеству бонус-баллов, часть бонуса переходит к предыдущему, квалифицировавшемуся на тот же бонус. МГВ бонусов Арифлейм всегда рассчитывается от объема продаж 7500 бонус-баллов. Чтобы получить полный бонус, необходимо понимать, кто обеспечивает минимальную гарантию бонуса. Сафировый бонус обеспечивают 22% группы второго уровня. Бриллиантовый бонус обеспечивают 22% группы третьего уровня. Всегда важно помнить, один и тот же бонус не выплачивается дважды с одних и тех же групп. Получатели бонуса определяются в структуре снизу вверх. Если на более низком уровне есть лидер, квалифицировавшийся на получение бонуса, то он будет выплачен ему, а не вышестоящему, квалифицировавшемуся на тот же бонус. Стоимость бонус-балла составляет 204 тенге, и это не абсолютная величина. Она может быть больше или меньше в зависимости от того, что вы заказали. Актуальную стоимость бонус-балла на момент просмотра видео можно уточнить у регионального менеджера по продажам. Сначала нам необходимо сделать две вещи. Во-первых, посчитать, сколько 22% групп у лидера в первом уровне. Их количество будет определять бонусы, которые получит лидер. Во-вторых, определить 22% группы, с которых лидер получит определенные бонусы. В нашем примере у лидера 6 22% групп в первом уровне. Это значит, что лидер имеет право на получение 5% бонуса Арифлейм, 2% золотого бонуса, 0,5% сапфирового бонуса и 0,25% бриллиантового бонуса. Давайте вспомним правило. Для начисления бонуса Арифлейм есть условия. 200 личных бонус-баллов, минимум одна 22% группа в первом уровне. Отрыв от ниже стоящей 22% группы минимум в 3000 бонус-баллов. Для получения полного бонуса Арифлейм нужно обеспечить 7500 бонус-баллов в персональной группе. Бонус выплачивается с первого уровня и ниже по структуре до аналогичного получателя этого бонуса. Выделим первый уровень ярким цветом. Поскольку по условию у всех партнеров по 7500 бонус-баллов, значит все бонусы будут полные, максимальные. Мы видим, что лидер А получает бонус Арифлейм 5% только с групп первого уровня, то есть с B1, B2, B3, B4, B5, B6, так как есть лидеры первого уровня, которые сами претендуют на этот же бонус. Давайте посчитаем бонус Арифлейм. У нас есть 6 групп, с которых мы получаем этот бонус. С каждой из них мы заработаем 76500 тенге, что и того составит 459000 тенге бонус лидера А. Расчеты простые. 7500 бонус-баллов мы умножаем на 204 тенге, умножаем на 5% бонуса Арифлейм и на 6 групп, с которых мы получаем этот бонус. Следующий бонус, который получит наш лидер, это золотой бонус. Вспомним правило. Для начисления золотого бонуса есть условия. 200 личных бонус-баллов, минимум две 22-процентные отделившиеся группы в первом уровне. Для получения золотого бонуса 22-процентные группы первого уровня должны обеспечить 7500 бонус-баллов. И выплата производится со второго уровня и ниже по структуре до аналогичного получателя этого бонуса. Итак, давайте выделим желтым цветом группы, с которых лидер А получит свой золотой бонус 2%. Поскольку золотой бонус выплачивается со второго уровня и ниже по структуре до аналогичного получателя, то лидер А получит бонус с групп В1, В2, В3, В4, В5, В6 и с групп Г1, Г2, Г3, Г4. Итого 10 групп. Например, лидер В5 сам претендует на золотой бонус с групп Г5 и Г6, а лидер В5 претендует на бонус с групп Д5 и Е3. Теперь посчитаем золотой бонус. У нас 10 групп, с которых лидера получают этот бонус. С каждой из них мы зарабатываем 30600 тенге, что и того составит 306000 тенге. Расчеты следующие. 7500 бонус-баллов мы умножаем на 204 тенге, стоимость бонус-балла 1, умножаем на 2% золотой бонус и на 10 групп. Итак, мы дошли до сафирового бонуса. Для начисления сафирового бонуса есть условия. 200 личных бонус-баллов, минимум 4 22-процентные группы в первом уровне. Для получения полного сафирового бонуса 22-процентные группы второго уровня должны обеспечить 7500 бонус-баллов. Выплата идет с третьего уровня и ниже по структуре до аналогичного получателя этого бонуса. Зеленым цветом выделим группы, с которых лидера получат сафировый бонус 0,5%. Лидера получают сафировый бонус с групп G1, G2, G3, G4, G5, G6 и с групп D1, D2, D3, D4, D5, E3. Итого 12 групп. Поскольку этот бонус с третьего уровня и ниже по структуре до аналогичного получателя этого бонуса, то у нас есть еще один претендент на сафировый бонус. И это лидер В2. Он получит бонус с групп E1 и E2. С каждой группой наш лидер А получит сафировый бонус в размере 7650 тенге. Что итого с 12 групп составит 91 800 тенге. Расчеты следующие. 7500 бонус-баллов мы умножаем на 204 тенге, умножаем на 0,5% и на наши 12 групп, с которых мы получаем бонус. И рассмотрим бриллиантовый бонус. Для начисления бриллиантового бонуса есть также условия. 200 личных бонус-баллов, минимум 6 22% групп в первом уровне. Для получения полного бриллиантового бонуса 22% группы третьего уровня должны обеспечить 7500 бонус-баллов. И выплата идет с четвертого уровня и ниже по структуре до аналогичного получателя этого бонуса. Выделим ярким цветом, с которых лидер А получит бриллиантовый бонус 0,25%. Лидер А получит бриллиантовый бонус групп D1, D2, D3, D4, D5 из групп E1, E2, E3. В общем, с 8 групп. Кроме лидера А больше нет претендентов на получение бриллиантового бонуса. С каждой группой наш лидер А получит бриллиантовый бонус в размере 3825 тенге, что итого с 8 групп составит 30600 тенге. Расчеты следующие. 7500 бонус-баллов умножаем на 204 тенге, на 0,25% и на 8 групп. Давайте теперь подведем итоги и посмотрим, сколько итого бонусов заработал лидер А. Бонус Арифлейм 5% 459 тысяч тенге. Золотой бонус 2% 306 тысяч тенге. Сафировый бонус 0,5% 91 тысячи 800 тенге. Бриллиантовый бонус 0,25% 30 тысяч 600 тенге. Итого наш лидер А получает 887 тысяч 400 тенге на свой счет. На этом примере мы рассмотрели идеальную картину, когда каждый из наших партнеров является ключевым и активно работает со своей командой. Прежде всего следует помнить, насколько важно построить сбалансированную структуру, которая развивается как в ширину, так и в глубину. Как мы узнали, лидеры могут получать все бонусы со своих ниже стоящих групп, только если у них есть определенное количество 22% отделившихся групп в первом уровне. Ширина дает лидеру звания, премии, бонусы Арифлейм 5%, квалификации, рейтинг, право на получение доходов с глубины. А глубина дает лидеру все бонусы, высокий уровень дохода, стабильную структуру. Чем больше партнеров с более высокими званиями будет в глубине структуры, тем выше и стабильнее будет доход ее лидера. Это означает, что лидеры должны поддерживать свои 22% группы и помогать им развивать своих собственных лидеров, чтобы самим достигать более высоких званий. Мы затронули тему развития лидеров. А как же их развивать? Для начала надо понять, что создание и поддержание ключевой команды процесс бесконечный. У вас постоянно будет расти опыт в понимании людей, что ими движет, каковы их мечты и что они готовы сделать для этого. По мере роста вашего опыта может меняться состав вашей ключевой команды. Ваше время очень дорого и должно быть потрачено только на людей, которые действительно жаждут развития и успеха. Принцип ключевой команды показывает нам, что вместе мы можем добиться большего. Прежде всего у вас больше энергии, сил, ресурсов и возможностей. Задачи выполняются быстрее и более эффективно. Гости, приходящие навстречу возможности Арифлейм, заряжаются энергией от успешных людей команды. Они проникаются чувством принадлежности миру успеха Арифлейм и поэтому предпочитают остаться в окружении, созданном вами и вашей ключевой командой. Делегируя выполнение отдельных задач участникам ключевой команды, вы помогаете им оттачивать лидерские навыки на практике. При этом, когда они достигнут следующего уровня лидерства, они будут готовы к своим новым обязанностям, полученным во время выполнения командной работы. Какие три основные задачи лучше всего всегда делегировать своим ключевым партнерам? 1. Введение чата 2. Проведение встреч по планированию бизнеса 3. 3. Рекрутинг. Команда создает атмосферу, заряженную креативом и мотивацией, основанную на обмене уникальным опытом между членами ключевой команды. Лидеры более сплоченные, стараются делать все вместе, члены команды стремятся к общим командным целям, они мотивируют друг друга на достижение собственных целей. Ваши лидеры будут легко дублицировать навыки управления рекрутированием и проведения мотивационных мероприятий, от групповых встреч, встреч и возможностей Арифлейм до директорских встреч и других активностей в структуре. У вас всегда есть план Б, если что-то пойдет не так. Как создать команду? Кто становится членом ключевой команды? Вот эти вопросы нужно понять. В вашей команде есть много разных людей и все они важны для бизнеса. Ваша цель определить среди них тех, кто хочет расти дальше и идти за своей мечтой, кто готов действовать. Обычно, как показывает практика, в менеджерской команде есть 90% покупателей. Они хотят просто покупать продукты для себя и своей семьи. Кто-то из них может говорить об исполнении мечты и построении своего бизнеса, но они ничего не готовы делать для этого, кроме покупок для себя и показа каталога. 5% продавцов. Они любят продукты и им нравится зарабатывать деньги прямо сейчас. Они хорошие работники, но не видят перспектив в построении собственной структуры. 5% тех, кто хочет расти и идти к своей мечте. Эти люди будут присоединяться к вам на тренингах, участвовать в мероприятиях и действовать. Сконцентрируйте свое внимание на этих 5%, кто готов действовать и пригласите их в свою ключевую команду. Ключевая команда дублицирует себя. И это главная идея развития лидерства. Выбирайте партнеров, которые хотят расти, а самое главное готовы действовать. Приглашайте их в ключевую команду и это первый шаг к лидерскому развитию. Как определить будущего лидера? Вот несколько критериев. Они интересуются бизнес-возможностями и хотят расти. Готовы ставить конкретные планы. Своевременно выполняют ваши первые задания. Любят учиться новому, развиваться, проходят тренинги. Позитивные и страстные. Готовы работать в команде. Включая в ключевую команду партнеров, которые принимают и выполняют правила и обязанности. Какие именно? Размещать заказы в каждом каталоге. Добавлять не менее 10 новых друзей в день в соцсетях. Говорить с 10 новыми людьми. Приводить как минимум одного человека на каждую онлайн-встречу по рекрутированию. Участвовать в групповых собраниях и во всех онлайн-офлайн-мероприятиях, тренингах структуры. Брать на себя ответственность за вопросы, делегированные менеджером. Расти до следующего уровня по лестнице успеха. Следующий шаг – это основные элементы построения команды. Работать в команде эффективнее и быстрее, если ставить цели. Обмениваться успешным опытом. Мотивировать друг друга. Коммуницировать. Делегировать задачи. Обучаться. Важно при создании и развитии команды, в первую очередь, иметь принципы, командные цели, правила и обязанности, атрибуты и символику. И, конечно же, соблюдать этический кодекс. И третий шаг – развитие менеджерской и ключевой команд. Скоро члены вашей ключевой команды достигнут уровня 12% и станут менеджерами. Это очень важное событие в их карьере. Когда вы вырастите новых менеджеров, ваша работа с ними изменится. Менеджеры 12% остаются в вашей ключевой команде, но при этом начинают формировать свою собственную команду. На этом шаге вы должны помочь им создать ключевую команду, поддерживать их и при этом приглашать новых партнеров в собственную ключевую команду. Вы будете расти быстрее вместе с командой. Приглашайте свою команду каждого, кто хочет расти и демонстрирует результаты. Будьте примером для своей ключевой команды. И помните, состав ключевой команды может меняться, как сотрудники в любой организации. Всегда будьте в поисках новых людей. Давайте теперь поговорим о том, как ставить цели, контролировать и обучать свою ключевую команду. Как же достичь успеха и исполнить свои мечты? Когда к вам придет успех, начните мечтать о новом. Конвертируйте свои мечты в конкретные цели, опишите их, составьте план действий и, конечно же, это все приведет к успеху. Поговорим о постановке целей. Ваши цели должны быть поделены на категории. Это долгосрочные цели, те цели, которые вы выполните в ближайшие два года, промежуточные цели, цели на ближайший год и, конечно же, краткосрочные цели, цели на каталожный период либо на месяц. А теперь задание. Определите свою мечту, опишите ее подробно. Переведите свою мечту в долгосрочную, промежуточную и краткосрочную цель. Разработайте план действий и следуйте ему. Мы предлагаем два формата планирования, постановки целей и контроля. Это планерка и встреча по планированию бизнеса. Итак, планерка. Формат планерки – это групповая, живая или онлайн-встреча. Участниками планерки могут быть ваши менеджеры и ключевые бизнес-партнеры. Как часто необходимо проводить планерки? Один раз в неделю. Сценарием планерки может быть коучинговая модель компании Reflame. На планерке мы обсуждаем и планируем действия команды, делегируем полномочия нашим ключевым партнерам. Как выглядит корпоративная обучающая модель компании Reflame, то есть коучинговая модель? Она состоит из нескольких шагов, этапов. Первое из них – это достижения и результаты. Здесь мы обсуждаем, что было сделано за предыдущий каталог. Следующим шагом мы определяем сильные стороны наших ключевых бизнес-партнеров. Далее у нас идет обсуждение зон развития, то есть то, что мы можем улучшить в следующем каталоге. Конечно же, это действие. Мы определяем цели и составляем план действий на следующий каталог вместе с командой. Зафиксируйте для себя коучинговую модель Reflame. Итак, встреча по планированию бизнеса. Как ее можно проводить? Она может быть в формате онлайн либо живой встречи. На данную встречу вы приглашаете одного ключевого бизнес-партнера, и ее нужно проводить один раз в каталог минимум. Какие инструменты вы можете использовать? Лидерский бизнес-отчет, информационный листок, приложение Reflame Business, модуль бизнес-планирования, отчеты в бизнес-панели партнера, форма планирования роста, график работы на каталог, то есть расписание мероприятий. Один из инструментов, про который мы говорили, это форма планирования роста. Данная форма необходима лидеру для того, чтобы отслеживать результаты предыдущих каталогов и видеть план роста на следующие каталоги. В этой таблице собраны все основные бизнес-показатели, за которыми нужно следить. Следующий инструмент – это график работы или, другими словами, календарь мероприятий. Обязательно со своей командой запланируйте каждый день каталога. Что может входить в план действий? В первую очередь, планерки командные, встречи по планированию бизнеса со своими ключевыми бизнес-партнерами. Обязательно выделите время, когда вы будете рекрутировать, заниматься обзвонами своих неактивных партнеров и спящих партнеров. Обязательно подумайте о том, кто будет проводить обучение и тренинги для вашей команды. Одним из самых важных инструментов для лидеров компании Reflame является лидерский бизнес-отчет. Иначе он называется Leaders Business Report. Он рассылается ежекаталожно на электронные адреса наших партнеров с уровня 22% и выше. Чем полезен этот отчет? Тем, что здесь есть история за последние 17 каталогов. А именно информация по баку, по рекрутированию, по активности, по продуктивности и плану успеха. Одним из самых важных колонок здесь является количество 22% групп в первом уровне локально и глобально. По этим колонкам наши партнеры ориентируются, какое количество каталогов осталось до закрытия звания. Например, у нашего партнера четыре группы были открыты в первом каталоге 2020 года. Это в первый раз. В следующий раз он держал четыре группы в восьмом каталоге, девятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом. То есть еще пять каталогов. В целом нашему партнеру осталось держать два каталога до закрытия звания сафирового директора. Также в этом отчете есть информация по доходам, где есть информация по объемной скидке, начисленной за каждый каталог, директорский бонус, золотой бонус, сафировый бонус, а также другие выплаты компании Арифлейм. Можно посмотреть, сколько человек заработал за последний год в Арифлейм. В нашем случае это около 9 миллионов тенге. Также в нашем лидерском бизнес-отчете есть информация по квалификациям на мероприятия, такие как банкет-директору, золотая плюс конференция в 2021 году в Таиланде, на глобальную бриллиантовую конференцию и исполнительную конференции. Здесь есть информация по тому, какой план я должна выполнить и факт выполнения квалификации. Сколько групп осталось у меня для того, чтобы завершить свою квалификацию. Далее в отчете вы можете найти информацию по текущим званиям в структуре. То количество процентных уровней новых, которые есть в вашей персональной группе и в вашей структуре в общем. Количество 22% групп старших менеджеров, директоров, старших директоров, золотых директоров и так далее. Есть информация по новым званиям в структуре. Ваши партнеры, которые закрыли новое звание, в каком они уровне находятся в структуре, их личные данные и новые процентные уровни в персональной группе. То есть то количество партнеров, которые вышли на новый процентный уровень и их информация. А сейчас вашему вниманию практическое задание для закрепления полученных знаний. Запишите все пункты или сделайте снимок экрана. А мы завершили третью часть. Благодарю за внимание.